Какое число будет поставлено? Хочется узнать. Ваш козырек включен в программу его установки. И когда? В каком году программа эта будет выполнена? Хочется услышать, Александр. Там у нас наш дом, только трактором толком. Квартира муниципальная, ну давайте что-нибудь сделаем. Ну там живет еще пять человек, кроме нее. Всякие притоны. Да, притоны. Всякие прихлебатели. Ну ведь страшно, правда, заходить. И свет, если все есть. А по 32-ю квартиру, а что там? Ну там алкоголичка живет. Долго там, 330 тысяч. Да, 330 тысяч вот сосчитали буквально, принесли квитанции. Кто сосчитал? Я. Там квитанцию неделями не берут, так там любой может сосчитать. 32-я квартира, значит, и там большая задолженность. 330 тысяч, да. Она вообще ни за что не платит. Свет горит, водой пользуются. Все, понимаете? Все подключено самостоятельно. Ну, хоть бы проверили. Ну, я говорю, мы их залетим когда-нибудь. Они в подвале напрямую подсоединятся в кабель. Ну, и вообще, я говорю, ну, ее выселять надо. Ну, почему этот притон, я говорю, содержит еще, кроме нее, если бы только она жила. Они пьют там. Ночами, говорю, все время полицию вызываешь. А что они приедут? Вот так постучаться? Люба, открывай. Да, представляете, дружбаны приехали. Я не вру нисколько. Вот, Александр Иванович, вот, соседка подтвердит. Нам все слышно. Когда такие, казалось бы, простые, да, вопросы, но ответы на них очень сложные. Выселить человека не так просто. Значит, лишить жилья тоже не так просто. В наличии-то они всегда соответствуют действительности. Вы понимаете, я говорю, что... Но это точно, Вы говорите, что такая большая задолженность по проплате? Да, точно. Но, Александр Иванович, правда? Ну, нам что врать-то? Мы уже с 2007 года бьем тревогу, понимаете? А вот хорошо, вот вы с 2007 года бьете тревогу, значит. Вот мне вот Вы написали заявление. А раньше Вы обращались. Вот есть эта вся переписка? Обращались. Дайте мне эту всю переписку, чтобы тогда разобраться. У нас есть заявление. Вот хорошо. В Варновских мы ходили. Есть заявление. Ну, вот Варновских на месте. Да, вот. Еще куда? В управляющих ходили. Нам господин Воловиков, знаете, что сказал? Он сказал, Вы какие неудобства испытываете? Ну, я встала больше, я говорить больше не могла, Вы понимаете? Что еще ему можно сказать, если он... Так, Воловиков, у Вас есть обращение по поводу вот этой квартиры? Есть. Есть. Да. И не раз даже. Вот давайте тогда все вот это вот нам тоже. Принесите нам. И в этот самый полицию не обращались с заявлением. Не один раз, как Солодкин нам писал, что проведена беседа с ней, с Лукашовой. Ну, какие беседы тут с этим человеком можно проводить-то? Слушайте, если регулярно мы пишем о том, что милицию бывшую, то есть обращались мы не один раз с заявлением. И сами лично сдавались с соседкой даже всю их эту гоп-компанию. Мы не успели прийти с милицией. Они уже вперед нас были дома. Ну, потому что мы никому не нужны. Плитанцы, где платят там за что? Ну, а зато ей там за ремонт не приходят. Ну, ей за ремонт не приходят, да. Хорошо. Знаем уже, мы не первый год просто. Я вам написала кабинеты, куда вам прийти нужно с документами, да? Мы снимали ксерокопии, да? И вы напишете с заявлением, да? С заявлением. Хорошо? Хорошо. А эта ситуация по всей, вот, все-все-все указать, что у них и долг, и большая квартира, и все. А вот женщина к нам туда приходила, вот сегодня я в трекло-магазине, она благодарила, у них сухо в подвале. Вот помните, тот прием был у женщины. А еще, тоже, вот, кстати, тоже, или 14-й, это вот по той стороне железнодорожная. Я еще, вот последний подвал, это я еще специально в него ходил еще раз. А, да, я помню, да, 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 да. Так это может быть 16-й? Встреча-то была, выходили, вот тогда вы были. Не встреча, я бы подвал, да? А уходили, не встреча, еще выходили. Так вот, я ее сегодня встретил в магазине, в ОКЕ, она мне сказала, Александр Иванович, большое спасибо, говорит. В подвале стало сухо, чисто, а, говорит, только вот эти, с балконом там, с каким-то палкой, чтобы палки не убрали с балкона. Дриневку делать и дренаж надо, да. Да, и нужно делать, конечно, и все равно... Не, ну я сразу же после своего избрания, первое, то, что в программу, сразу же записал. Дом же ведь все равно... На дренаж, на линевку, это самое больное место этой территории. Существовать же все равно дом будет, поэтому я и говорю, что пусть нас не будет, но кто-то все равно будет жить на тех же самых первых этажах. Это, я говорю, что это, конечно, ужасно. А еще, когда эти алкоголики, я говорю, все, это просто, уже дочь вон мне говорит, мама, давай ее продадим квартиру. КОНЕЦ КОНЕЦ